Приветствую все, кто заглянул на мой канал. Прежде чем приступить к обзору, хочу выразить свою отдельную благодарность зрителям, которые проявляют активность на канале. Подписываются, оставляют свои комментарии, ставят лайки. Не дергайте, тигра, за усы! Страшен заяц в охмелю. Какое самомнение у старой беззубой облезшей шавки? Мама голодает. Ой, я уже начинаю переживать и нервничать. А тащает совсем. Ну разве мыслимое ли дело? Столько голодать? О нет, только не это. Да сколько же можно? Одно и то же. Люды пышут, люди пышут. Мама дала ответ. Я даже не знаю, есть ли такой человек на земле, который поверит в то, что ТВ на самом деле будет голодать целый день. Что означает ее фраза, которую она обронила в этом видео? Она уже голодает с 11 часов до 4 вечера. Следует ли понимать, что в 11 она поела так, как положено? В таком случае она даже не начинала голодать. Это ее обычный режим приема пищи. Она ест в 11 и потом у нее перерыв до 6 часов вечера. Самвел на это даже не обратил внимания. Они договаривались, что мама поужинает в последний раз, как обычно, в 6 часов вечера. И следующий прием пищи у нее будет более чем через сутки. Сейчас она должна говорить не о 5 часах голодовки, а о 22 часах. Следующий комментарий был из разряда тех, которые терпеть не могут ни Самвел, когда зрительницы начинают хвалить своих мужей, ни ТВ, когда зрители пишут о своих бабушках, которые старше ТВшки, но в отличие от нее, они чистоплотные, с удовольствием сидят с правнуками, занимаются с ними, готовят им. Не считают за труд приготовить что-нибудь вкусненькое для своих детей и внуков. Конечно, ТВ все про себя понимает, какая она есть на самом деле. Она не способна на самопожертвование, она не способна на широкий жест. Она не желает напрягаться даже для того, чтобы приготовить нормальную пищу для своего сына. Вначале она кормила его яйцами, потом разнообразила меню до максимума, на который была способна. И стала жарить бедрышки. Ее не интересуют ни внучки, ни дочка. Она по именам хорошо знает только дочек Иры. Дочки Эдика у нее определяются так. Старшая девочка, младшая девочка. Когда в этом году у Элинки был день рождения, она даже назвала ее другим именем. Я сейчас не помню, каким конкретно, но точно помню, что не Элиной. Вот такая супер бабушка. Еще она сказала, что она сама стирает и убирает в квартире. Смешно, конечно, сейчас говорить о стирке, когда целиком и полностью все делает машинка. Единственное, что требуется от человека, это собрать белье, загрузить в машинку, насыпать порошок и несколько раз нажать кнопочки. Я бы поняла, если бы она стирала по старинке, нагрела воды, налила в таз, насыпала туда порошок и начала стирать белье руками. Белье нужно было постирать, потом отжать, потом снова набрать воды, прополоскать, вылить эту воду, набрать еще раз и еще раз прополоскать. Если вода не была мыльной, тогда белье развешалось. Если вода была мутной, значит нужно было полоскать в третий раз. По поводу уборки, вообще на ее месте и рта не раскрывал бы человек. Она подметает так, будто никогда в жизни веник в руках не держала. Она мила им по принципу работы с гробаркой. Я ни разу не видела, чтобы Самвел пришел к ней и застал ее с шваброй в руках, моющей полы. Ни одного раза такого не было. Убирает она в квартире только языком. Отчего же у нее такой чистоплотной ноги, черный, будто она по земле ходила, если она, как уверяет сейчас, убирает в квартире? Практически на все комментарии ТВ отвечала одинаково. Не гавкайте, закройте хавальники, не гавкайте. Если бы у нее было ума хотя бы с маленькое зернышко, она бы поняла, что собака в этом видео, которая гавкала, только одна. Это она сама. И еще говорит о том, что зрители ей надоели и стала махать, как пингвин ластой, показывая поверх головы, проводя ладонью. Вот так ей надоели. Когда Надя сказала, что ей надоели негативные комментарии в ее адрес, ТВ с ехидной улыбкой на лице посоветовала ей выйти из кадра. И тогда ей никто ничего не будет писать. Если ТВ так надоели зрители, пусть уйдет на кухню и сидит там, пока Самвил снимает видео, если она в самом деле не хочет слушать, что пишут зрители, и не хочет отвечать на их комментарии. А если бы сын пришел в кухню и там бы стал ее доставать, можно было бы закрыться в туалете, отсидеться там. Было бы желание. Выход всегда можно найти. У нее и так жизнь не сахар. Она не может позволить себе ни конфетку, ни торта. А вы, зрители, говорит ТВшка, все это оживете. Она прекрасно позволяет себе все, что только пожелает. Когда она попадает в дом к сытникам, она ест и булочки, и запеканки, и умудряется украсть конфету и съесть ее. Сын ей также разрешает есть конфеты. Она сама ходит в магазин, покупает себе сладкие пирожки или какую-нибудь другую выпечку. Без сладкого она не сидит. Другое дело, что она хотела бы есть это в больших объемах. Она не подумала над тем, что если она сейчас ест сладкое от случая к случаю, и то ее разнесло. А если бы она его ела каждый день, что хочет и сколько хочет? На кого бы она была сейчас похожа? На колобка? Самвел еще подсказывает ей, как нужно есть запрещенку. Тисни маму в магазине конфетку и там же на месте разверни ее и постарайся незаметно съесть. А если тебя вдруг поймают и вызовут полицию, ты надави на жалость. Скажи, что сын не разрешает тебе покупать сладости, чеки проверять. Поэтому ты вынуждена воровать. Там, где он учился, она преподавала. Его еще и на свете не было, а она уже тырила все, что плохо лежало. А сейчас он ее учит. Яйцо, курицу. Как нужно это делать? Она его внимательно выслушала. Тень сомнений, однако, на лицо упала. Она вгляделась в лицо сына и поняла, что он шутит. Сказала, ей такие советы Остера не нужны. Если ей вдруг приспичит съесть вкусняшку, она не будет прятаться. Она просто возьмет и съест. И это говорит человек, который только что жаловался на свою горькую судьбинушку, что ей ничего нельзя покушать. Она буквально голодает. А если и ест, то только салатик. А вообще, сказала баба Таня, хоть есть у тебя диабет, хоть нету, но если организм чего-то требует, ты все непременно это требование должен удовлетворить. Глубокая мысль. Сама до этого дошлепала или кто-то подсказал. Ну что ж, вперед за орденами и с песней. Пусть попробует денек-другой позволять себе все, что потребует ее организм. Посмотрим, к чему это потакание приведет. Сам Вэл доволен тем, как прошел его день. Он ходил с коллегами в баню, сказал, что нужно взять себе за правило и каждый понедельник этим же составом ходить и очищать душу и тело с помощью бани. А коллеги согласятся каждую неделю с ним ходить. Или одного этого раза им более чем предостаточно. И теперь большой вопрос, захотят ли они снова провести с ним время. Сам Вэл о своем, баба Таня там сидит на своей кроватке, трындит о своем. Ничего она сегодня не ест целый день. Подошла, говорит, холодильничку, открыла, заглянула в него, закрыла и ушла. Вот такая она сознательна. И Сам Вэл уверен, что она действительно ничего не ела. У него есть все причины верить матери. Ведь он никогда не ловил ее на брехне. Она настолько честная женщина, что ни одно ее слово не стоит подвергать сомнению. Цирк с конями. Не понравилось ТВ-шке ходить с памперсом. Он, говорит, тяжелый. А когда она садится, то под весом пятой точки жидкость начинает выливаться. А менять чаще она его не пробовала. Она, наверное, как надела его утром, так и ходила до самого вечера. Неужели две прокладки и полотенце для нее легче? А когда она садится, вот из них ничего не выливается? Дождалась, поди, до того момента, пока до самой спины не наполнился памперс. Ну, конечно, в таком случае будет выливаться. Я не знаю, сильно ли отличается взрослый памперс от детского. Но почему-то у детей ни разу не было такого, чтобы они упали или сели. И у них что-то вытекло. Теперь у них еще одно важное дело планируется. Ехать за шубой. ТВ, говорит, возьму с собой шапочку, новую, шарфик, чтобы помогли ей все это правильно надеть и носить с шубой. Там такая узкая горловина в этой шубе, шарф объемный. Ничего не получится у нее повязать именно под шубу. Если только поверх шубейки, ну, тогда, может быть, что-то и выйдет. Целый день она ничего не ела. Чем же она занималась? Волосы грязные, как старая щетка, торчат в разные стороны. Неужели так тяжело было их помыть? Ну, ходит лохудра лохудрой. Ну, как, мама, спрашивает Самвел, тяжело тебе было голодать сегодня? Не, не тяжело. Можно голодать спокойно один раз в неделю. Самвел без принуждения стал этим заниматься и постоянно говорил о том, что это сложно, очень хочется кушать. Он постоянно ходит раздраженный. Скорее всего, по причине того, что он голодный. ТВ-шка же была спокойная, как удав. Когда человек более-менее привыкает к подобному режиму питания, тогда можно поверить, что не так уж сложно себя ограничивать. Но так как она делает это первый раз в жизни, да еще и с ее волчьим аппетитом, не может быть, чтобы она так спокойно реагировала. Ты лучше выглядишь, мама, не такая безумная, как когда ты ешь тазиками. ТВ-стрелянный воробей, ее на мякине не проведешь. Пусть сынок поет свои песни кому-нибудь другому. Ей не надо, чтобы она выглядела Софьей Ковалевской. Ей нужно, чтобы она была сытая. Она еще немного подумает и предъявит сыну претензии в том, что Я поняла, почему ты меня подсадил на это голодание раз в неделю. Ты таким образом на мне экономишь. Еда – это смерть, заключил Самвел. Не сразу вспомнился диалог Раисы Захаровны и Василия. Хлеб – это вообще отрава. Ой, я бы сейчас отравился горбушечкой. ТВ думает примерно так же, как ее внучка. Еда – это самое прекрасное, что может быть в жизни. Она ест не для того, чтобы жить, как заявила Диана. Она живет для того, чтобы жрать. Я после того, как услышала эти слова, в течение дня ходила, и они сами по себе приходили мне на ум. Я никак не могу поверить, что человек действительно может так думать. Неужели в самом деле можно быть настолько порабощенной едой? Ест не для того, чтобы жить. Я никогда не смогу этого понять. Вот таким вот был мой обзор. На этом я буду его заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Но долго не прощаюсь с вами. Всем пока!